Отопительный сезон должен начаться в штатном режиме. К такому выводу пришли чиновники регионального правительства. Во время заседания чиновники обсудили, все ли готово для того, чтобы тепло без боев начало поступать в дома жителей, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться на уровне 8 градусов Цельсия. Из 562 источников теплоснабжения, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы, полностью подготовлено 550 котельных, что составляет 98%. Анализ статистических данных в разрезе муниципальных образований области позволяет сделать вывод, что в целом темпы подготовки несколько выше прошлых лет. Летом по всей области велась реконструкция тепловых, водопроводных и электросетей. Осуществлялся ремонт оборудования котельных. По традиции, первым делом отапливать начнут объекты социальной сферы. Все объекты социальной сферы полностью готовы для приема теплоносителя, сетей теплоснабжения. Мы здесь в данной сфере проблем не видим. И у нас из года в год запуск тепла по соцсфере осуществляется намного раньше, чем во все жилищные фонды и прочим потребителям. И у нас он начинается где-то порядка 25 сентября. По-прежнему остро в регионе обстоят дела с задолженностью организации коммунального комплекса. На 1 сентября этого года общая дебиторская задолженность составляет более 3,5 миллиардов рублей. Причем сумма долгов за первичные энергоресурсы возросла на 38 миллионов рублей. По результатам анализа причины увеличения долгов четко прослеживается отсутствие активности у ресурсоснабжающих организаций в проведении какой-либо претензионно-исковой работы. Учитывая неплатежеспособность определенной группы потребителей и понимая возможность признания задолженности нереальным взысканию, предприятие рискует не только дестабилизировать свое финансовое состояние, но и войти в процедуру банкротства. Согласно рейтингу Министерства регионального развития, наша область занимает четвертое место в ЦФО по показателям подготовки к предстоящему утопительному сезону. Но власти обещают, что будут держать ухо востро на случай возникновения аварийных ситуаций. Складывается картина достаточно спокойная, исходя из того, что мы сегодня слышим. Уже ушли в прошлое, надеюсь, те времена, когда накануне утопительного сезона в области были проблемы с топливом и многие другие такие сложные вопросы. Но, тем не менее, при действительно всей достаточно высокой готовности, хотелось бы сказать, что мы не успокаиваемся. Мы понимаем, что все-таки сети в области изношены. Чтобы утопительный сезон прошел без срывов, в области создан необходимый запас топлива, сформированы оперативные бригады. За последние два года число технологических сбоев и аварий на объектах коммунальной энергетики региона снизилось в три раза. Задача властей – сохранить эту позитивную динамику.